Начнем с начинки. На сковородку кладем маленький куточек масла, сюда же отправляем 5 очищенных и нарезанных такими вот большими кубиками яблок, яблоки небольшие были, сюда же отправляем сахар, сахар где-то 70 грамм хватит на 5 яблок. Корицы я добавляю совсем капельку, вот щепотки, сахар я все же еще добавлю, чуть-чуть получается где-то 100 грамм на 5 яблок и чуть-чуть ванилин. Корицы много не делаю, потому что не люблю сильно, когда корица перебивает весь другой аромат. Теперь нам надо выпарить всю жидкость и как бы слегка обжарить яблоки. Все, вот так вот обжариваем, теперь оставляем остывать. Жидкости здесь нет, только вот небольшой сиропчик, в этой же сковородке сделаю. У меня замороженная черника. Где-то 300 грамм. Сюда добавлю чуть больше сахара, где-то 150 грамм на 300 грамм черники. Значит здесь масло, сахар, черника. Чуть-чуть ванилина. Капельку. Что здесь на дне. Корицу я сюда добавлять не буду. Корица хорошо сочетается с яблоками. Сюда он уже не нужен. И точно так же выпариваем жидкость. Вот от яблок, конечно, аромат такой приятный очень. Корица совсем слегка чувствуется, не сильно. То, что и надо. Так, муки на одну порцию 400 грамм. Но у меня здесь 600, потому что я буду делать в полторы порции. У меня будет две начинки. Немного соли. Разрыхлитель. Сахар. Это у меня на полторы порции. Поэтому я не говорю сколько будет. Напишу в описании на одну порцию сколько уходит. Теперь масло. Так, смешаем эти сухие ингредиенты. Масло, если из холодильника, то протираем вот так вот. Сначала обвалять в муке, потом протереть через терку. Если мягкое можно и прямо сразу руками. Теперь нам надо вот из этой вот массы сделать крошку. Все, крошку сделали. Добавляем яйца. На одну порцию 2 яйца. У меня здесь полторы порции, поэтому 3 яйца. Дальше формируем тесто. Итак, тесто должно быть вот такое вот. Рассыпается, но если вот так вот сжать, получается цельный кусок. Вот такое тесто должно быть. Теперь в идеале можно положить в холодильник, чтобы тесто застыло и было бы легче с ним работать. Но я буду сразу делать, потому что времени нет. Так, мне нужно распределить это тесто в две формы. Одна же такая. Постелила пыльками, потому что она не очень хорошая. 26 на 16. Это где-то 20, 21, 22 на 10. Поэтому полторы порции. Вот так вот просто распределяем. Вот так вот. Так, немножко остановим. Вот так вот. Вот так вот. Так, немножко остановим. Теперь в одну добавляем яблоки. Можно любой джем. У меня на канале есть много рецептов джемов. Можете посмотреть. Можно любой джем. Можно в тесто, если сахар не добавлять, сделать не сладкий пирог. Допустим, с куриной грудки или вот филе бедра очень хорошо получается. С луком обжарили, добавили сюда. Видите, вот здесь вот карамель. Это не жидкость, а вот именно сироп такой. Вот так вот распределяем яблоки. Сверху вот так вот с теста делаем крошки. Если хотите, можете заморозить и через терку эти крошки вот сюда сделать узорчатые. Можно вот так вот просто накрашивать быстро-быстро. Получается все очень быстро и очень вкусно. Когда нет времени, но хочется вкусненького или гости вот придут. Как раз идеальный вариант. Я вот так вот быстро крошу, если лень замораживать. Вот так вот выглядит черника. Правда, черная сковорода. Кажется, что все такое черное. Вот, вывалилась жидкость и уже идет сироп. Это будет черничный. Точно так же накрываем крошками. С персиковым джемом очень вкусно получается. Со сливовым джемом очень вкусно получается. Кстати, через терку вверх получается красивее, чем вот так вот вручную. Высота быстрее. Все, теперь в духовку. Вот так вот. Теперь в духовку на 200 градусов. Ставлю вниз решетку. И вот так вот. На 200 градусов до румяной корочки. Вот так вот. Выпекались у меня они 25 минут. Это зависит еще от духовки. Смотря какая у вас духовка. Вот с черникой. А это с яблоком. Сейчас я достану, поставлю на решетку, чтобы остыла там со всех сторон. Вот так вот на решетке остужу. Посмотрите. Вот та, которая с пергаментом. Она вообще легко сразу достается. А это была глубокая форма у нее. А она очень нежная. Вот здесь я немножко ее сломала, когда доставала. Можно было дать немножко остыть, потом доставать. Но она очень нежная, легко ломается. Поэтому доставать надо аккуратно. Лучше дать остыть, потом уже достать. Дам, чтобы она немножко окрепла, остыла. Потом нарежу. А так она очень мягкая, нежная. Вон. Видите? Очень нежная. Вот такая вот красота у нас получается. Все очень быстро и очень вкусно. Тесто получается рассыпчатое. Вот оно даже, видите? Такое нежное совсем. Вот. Количество ингредиентов напишу в описании. Это у меня полтора порции. Я вам напишу на одну порцию сколько уходит. На самом деле тут и делать нечего. Муку с маслом смешали. Добавили. Добавили два яйца. И все. Вот эти крошки. Из этих крошек формируем тесто. Начинку любую. Вот сейчас он не остывший. Видите? Он сильно рассыпается. Он еще теплый. Когда остынет, окрепнет. Вот он совсем нежный. Ну, а у меня все. Надеюсь, вам все понравилось. Всем пока-пока!